так ну вот хотел я снять по вот эти две модели потому что мне спрашивают часто в чем разница многие даже не знаю чем разница у меня в своих объявлениях я пишу более точно примерно это эта модель олимпус с 61 как минимум есть два таких варианта с 61 на 60 градусов то есть из 6160 и из 61 на 45 он пишется просто из 61 а здесь прям из 61 на 60 вот я показываю разницу между ними кто может заметить вот посмотрите на тубы с окулярами один левый находится под 60 градусов то есть такой более острый угол наверное да скажем вот правый под 45 градусов вот потому что часто спрашивают то есть не то что спрашивают меня начинает интересоваться и то есть хотят купить и там где указано 60 скажем 60 160 я сразу спрашиваю вы типа понимаете что вы хотите взять чтобы объяснить между ними разницу вот я буду наверное ставить на паузу иногда типа склейки ну попробую объяснить вот удобно ли или нет неудобно пользоваться этими микроскопами тем или этим микроскопом ну вот попробую поговорить по поводу угла этого угла расположение окуляров безусловно пользоваться с 45 градусов намного удобнее особенно то есть не намного но удобнее особенно если вы пользуетесь линзы барлова так как микроскоп становится выше и если этот микроскоп например установил линзу 200 скажем даже миллиметров в 200 на 20 сантиметров ну от объекта в принципе им пользоваться можно хотя это будет высоко но пользоваться можно особенно у тех когда просто выше там метра восемьдесят вообще бы не проблема у этого микроскопа так как видишь что у него получается угол вот какой он становится уже высокий он выше я не знаю сантиметров на два-три наверно измерить я просто уже не помню но выше и угол даже вот когда смотреть на него при получается вот так если этот получается вот так вот как-то вот при помощи уже пользуясь им вот так без линзы в принципе пользоваться прекрасно имея те же самые возможности и можно пользоваться прекрасно но если поставить линзу выше скажем 005 x в d200 скажем но 5x это вот от никона это высокая линза от 180 до 200 миллиметров она будет то это очень высоко очень высоко и пользоваться им очень будет тяжело тем легко кто ростом под два метра вот мне покупали этот микроскоп очень часто биологии которым большое увеличение тем более на этих микроскопов часто под олимпус и z61 на 60 часто идут окуляры большое увеличение сейчас я покажу это 20 на 12 здесь машине 20 на 12 таких они отличаются у них здесь линзы поменьше здесь вот побольше это 10 на 22 и 20 на 12 то есть получается если у этого микроскопа увеличение со стандартными окулярами на 10 крат 45 крат увеличение то с такими линзами 10x то с этими 20x вы получаете в два раза больше увеличения было 45 на этом получаете 90 вот ну конечно конечно теряете яркость цвета конечно изображение падает так как в этих линзах еще куча линз дополнительных показать здесь вот так вот еще один блок здесь склейка линз она вот такая здесь нет ничего здесь вставляется скажем всякие прибуду для юстировки вот часто покупают биологи которым нужно большое увеличение либо люди которые занимаются камнями скажем покупали также мастера по ремонту техники которые не используют линзу в принципе вот я сам занимаюсь пайкой в принципе и а линзы пользуюсь очень редко у меня все же сижало кривые косы на фене стоит это кривая насадка и как бы мне достаточно очень редко пользуюсь для этого в принципе удобно что цена между ними ну наверное приличная от 10 до 20 тысяч между ними разница так что вот сейчас я подумал еще что рассказать расскажу еще вот я установил эти два микроскопа в принципе ну наверное плюс-минус примерно скажем я не стал точно замерять ничего так на глаз я вот установил линзу vd 160 вот это вот на 160 миллиметров олимпус вот они плюс-минус стоят ровно и вот при таком расстоянии вот этого самая часто используемая линза вот вот получается какой результат вы получаете вот он и его я выставил и вот этот микроскоп я тоже выставил видите расположение окуляр что будете смотреть вот так вот и вот разница тоже смотрите вот насколько высота уже при такой высоте хотя не самая высокая линза ему становится уже воспользование этого микроскопа становится немножко неудобно а это не самая высокая линза самая высокая линза это когда мы поднимем штатив на максимум даже этим этот микроскоп использовать уже сложно приходится поднимать стол стул коленка упираться в стол вот ну я постарался примерно объяснить в чем разница вот если человек не использует линзу барлоу то в принципе микроскопом сз-60 они на 60 пользоваться отлично если конечно вы используете линзу барлоу особенно очень высокие это часто например ювелиром наверное кто-то польза 200 надо может быть и больше моим его использовать сложно я объясню почему этот микроскоп у него такое расположение окуляров сейчас расскажу есть есть специальное оборудование всевозможные всевозможные станки не знаю для пайки лазером там еще что-то биологически которые всевозможное подключение света снизу сверху сбоку и микроскоп нужен скажем и под прямым углом а он вставляется свои пазы вот так вот так как если 4045 установить под каким-то углом сбоку сбоку если вы рассмотрите объект 4045 будет вот так вам придется лежать на полу и рассмотрите объект этот микроскоп вставляется в этот паз там вокруг стоят всевозможные свет нижний верхний боковой рассматривать какой-то объект и он в этом случае очень удобный с этим пользоваться невозможным такой момент вот есть например всевозможные штативы сейчас покажу я даже видел у некоторых на как его на сайтах есть основные штативы которые подвижные у них кремольера она подвижная скажем она двигается вот так вот так вот да если выставляете этот микроскоп принципе его можно сдвинуть правда будете смотреть немножко наверно сбок кому-то это удобно кому-то нет тут без как говорится без комментариев выбирать вам вот но я имею ввиду то что эти два микроскопа имеет технические характеристики одинаковые если вас устраивает и вы не пользуетесь вот огромной высотой этим микроскопом пользуется прекрасно имея те же самые возможности сейчас они тем более продажи скажем дешевле чем этот плюс преимущество еще к двадцатым этим окуляром у меня по моему есть ставится китайские десятые и вы получаете то же самое плюс еще дорогие в принципе 20 окуляр так что так если что-то я забыл пишите я расскажу попробую рассказать потому что у меня такой как говорится рассказчик так что вот два интересных микроскопа очень классных это как говорится внучки внуки олимпуса 40-45 самого любимого микроскопа вот его продолжение я так понимаю что сделал олимпус причем давно и как бы это не самый дорогой микроскоп но технически он по офисе финансово он принципе для большого количества мастеров принципе возможен в пока для покупки конечно это не китаец который можно там купить и камеры тысячи прибамбасов линзы переходники все в одном флаконе за 50 тысяч и радоваться наверное с японскими микроскопами да и немецкими это невозможно но там отдать до 100000 части вот у меня есть новые ну там больше 100000 160-140 тысяч в принципе получаем микроскоп на не одну десятку лет который в принципе проверен я думаю прекрасная идея я прекрасная возможность вот и еб наверно если я недавно думал что чтобы я сделал был там лет десять назад купил бы я в олимпу за причем неадекватные деньги наверное очень большие деньги для тех времен ну вот или я купил какой-то китаец ну наверно не знаю что такое японский микроскоп немецкий микроскоп я бы купил бы китайский я бы наверно промучился с ним как не мучился до этого с возможными микроскопами и наверно если мне попался бы японский явно искал плюновка блять что я делал все это время наверно так потому что я пользовался и китайскими микроскопами конечно старых моделей ну я понимаю что там конечно все лучше стало но я не знаю не могу сказать это надо спрашивать людей которые пользуются они не один год китайскими микроскопами что сейчас с ними происходит в течение там года двух как они меняются я знаю про эти они работают принципе возможность починить их она есть сейчас тем более в принципе нашли и запчасти к ним те которые приходит негодность линзы попал до окуляров конечно сложного замена только китайские оригинальные они дорогие очень дорогие но поставить китайские пользуются тоже возможно запчасти мы принципе шестеренки линзы зеркала все принципе можно достать и починить это прекрасно вот спасибо если что пишите интересно сразу не отвечу ну а ты как смогу так отвечу спасибо пишите буду ждать